Привет, я Агата. Стримить оказалось куда сложнее, чем я думала изначально, и я хочу поговорить об этом. Блин, предыдущее видео, в котором я про что-то говорила, было, по-моему, про то, как сложно записывать, редактировать, монтировать и прочее, поэтому это будет просто куча потока слов без редактирования и монтирования, просто чтобы отлегло от души и не думать об этом дальше. В общем, когда я только думала, что, блин, можно выбежать куда-то на Твиче, играть в игрушки, и что засовывать себя в интернет это вообще легко и просто, и типа, если тебе нравится играть в игры, почему бы не стримить? Я честно думала, когда смотрела на некоторых людей, которые много-много-много времени проводят с компьютером и играют в игры, типа, ну ты все равно сидишь и играешь, почему бы не делать это на стрим, почему бы не сидеть и общаться с людьми, не развлекать людей? Но на самом деле это нифига не просто. Для начала, лично я хотела играть в игрушки с сюжетом, а жанр игрушки с сюжетом, он кажется популярен только в момент выхода этих самых игр, причем, когда выдают каким-нибудь топовым стримером или обзорщиком журнальным, чтобы они за день-два до основного количества людей прошли эту игрушку на стриме, которые проспойлерили всем сюжеты, ну или там, сколько им можно будет пройти на стриме, и в общем-то так вот запиарили и привлекли внимание к игре. Когда играешь штуки сюжетные, глубокие, в которые хочется погружаться, в которых много диалогов, либо много книжек, много неозвученных моментов, ты либо с одной стороны просто вот так вот сидишь, а у тебя диалогов или видосиков на пять минут, и тебе ничего делать не надо, либо ты сидишь и старательно читаешь, вчитываешься, ну, можно читать слух, конечно, но, блин, что-то, что-то мне кажется, это тупо, и наличие необходимости смотреть в чатик, если там тебе что-то напишут, а вдруг что-то, а вдруг кто-то придет, что-то закомментирует, он очень сильно отвлекает от, собственно, игры, и играть становится не так интересно, не так классно. Можно упустить кучу моментов, плюс те говорят, что делать, типа, иди делай то, иди делай сё. В целом-то я не против, когда говорят умное, но... Иногда хочется просто побегать и позаниматься всяким трэшем, типа, собирание вопросиков и исследование неведомых мест. Конечно, те люди, которые занимаются там спидранерами, всякие сессионщики и прочие, они отлично решают эту проблему тем, что либо у них действия автоматизированы максимально, либо они отвлекаются только, когда у них перерыв, чтобы почитать чатик, пообщаться с чатиком. Ну, либо еще есть люди, которые играют во всякий трэш, стебутся над ним и которым это погружение совершенно неинтересно, не нужно, оно не нужно ни им, ни людям, которые смотрят. Вот. Вторая проблема, которую я встретила, это то, что желание поиграть и желание стримить, оно не всегда происходит одновременно и не всегда параллельно. Иногда хочется просто что-нибудь тупо потыкать, но при этом, блин, я же, я же решила, что я буду стримить контент в интернет, мне же нужно запустить стрим этого. и начинаешь думать о том, а нормально ли ты вообще выглядишь, а прилично ли так вылезать в интернет. Я, 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 я недавно поняла, что всякие витюберы, ну, не те, которые одевают себе костюмы с полным детектом всего тела, а те, которые просто ставят аватарку и минимум трекинга, они могут приходить немытые, приходить, не знаю, с прыщами на носу и все такое, и они все равно будут офигенные. Главное, чтобы голос был, главное, чтобы там не охрипли, могли общаться, могли шутить и все такое. Это очень-очень много экономит силы энергии и снижает, кажется, порог для того, чтобы залезть в онлайн, поэтому, блин, как минимум, один из смыслов витюберов кажется в том, что это не только и не столько, ой, я не хочу, чтобы меня узнавали на улице, ой, я не хочу, чтобы о тебе знали, а больше даже я могу стримить на отъебись в любой момент дня и ночи, не ставить свет, лишь бы аватарка была красивая, один раз заплатить художнику и потом пользоваться, иногда обновлять, может быть. А если у тебя есть много условий, которые нужны, чтобы поиграть и стримить, и оно превращается в то, что типа вот не хочется, ни то, ни другое. Чем сложнее что-то делать, тем меньше это хочется и тем меньше удовольствия от этого получаешь, даже если в результате на тебя там набегает кто-нибудь, смотрит, что-нибудь пишет, что-нибудь отвечает. И, блин, наверное, основная проблема даже сейчас это в том, что я первый раз видела твич, когда он еще был Джастином. Ахаха. И тогда было прикольненько, но кто ж мне сказать, кто бы мне сказал тогда, что можно просто туда набежать и что-то делать. Если бы кто-то сказал, я бы, наверное, попробовала, но я не понимала особо, как это, не верила ни во что. Да и компа у меня тогда не было, сидела с ноутбуков. А сейчас, сейчас получается прошло 10 лет и огромный порог входа. Особенно для ноунеймов. Особенно для тех, которые занимаются какой-то несоревновательной хренью. Не знаю, если ты ноунейм, но ты хочешь там... Либо у тебя есть какая-то аудитория откуда-то еще, либо ты занимаешься каким-то соревновательным, не знаю, выигрываешь какой-нибудь турнир или хотя бы участвуешь в нем, или делаешь что-то еще в интернете, помимо стримов, у тебя есть люди, которым чисто ты можешь быть как личность, интересно, и кто будет просто набегать и общаться, а... а ноунейм, унылые стримы, как... я просто прохожу какую-нибудь игрушку и... вчитываюсь в диалоги, смотрю, читаю, погружаюсь, кому это, блин, нужно. Тем более, если это... такие... не знаю, сложности вызывают с тем, чтобы начать, и... сложности с тем, чтобы это делать регулярно. Да, кстати, регулярность тоже очень решает. Я люблю игрушки, мне нравится играть в игры, но оказывается, мне нравится играть в игры недостаточно, чтобы делать это как-то регулярно, постоянно, в одно и то же время. Можно, конечно, просто вылезать, стримить в рандомное время, типа, получать от этого удовольствие, когда есть настроение. Я, кажется, так и делаю в последнее время. Один раз случайно вылезла с Ведьмаком ночью, и даже... даже кто-то пришел поправлять, потому что тогда он не мог захватиться нормально, и... были одни страдания во время настройки звука аудио-стримов. Кстати, я огромное удовольствие получила, когда... спойлеры, спойлеры. После того, как мы схватили Джина вместе с Йеннифер, и заклятие она попросила снять, сказала этой же сучке Йеннифер, что сорян, я больше к тебе ничего не чувствую. Ее выражение лица было просто прекрасно. Я сверхдовольна. Трис Мелегор... Мел... Трис Мелли Мерикоуд. Мерикоуд. Трис Мерикоуд. В общем, Трис Форевер. Наверное, наверное, все. Спасибо тем, кто дослышал. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин...